У нас снова слетел график наших выпусков и, честное слово, мы тут точно ни при чем. Уж слишком часто дорогой Радий Фаритович стал задерживаться на выходные в Москве и слишком часто у него стало не получаться вернуться в родной регион в понедельник. И вот в этот раз тоже оперативку перенесли с понедельника на вторник, да не просто на вторник, а на после обеда. И даже к 14.00 дорогой Радий Фаритович не смог прибыть на оперативное совещание в правительство Республики Башкортостан. 14.20 кое-как начали эту оперативку. Так что приносим свои извинения и вообще вся эта ситуация мне начинает напоминать нехорошую ассоциацию с тем, что билеты проданы, родители с детишками уже заняли места вокруг арены цирка, а главный клоун вдруг объявляет о том, что он не может, не хочет и не будет сегодня выступать. Нехорошо, нехорошо. Мы в ярости, детишки в слезах. Начал свое оперативное совещание Радий Фаритович с поздравлений. Рассыпался в поздравлениях Константину Борисовичу Толкачеву, которому 1 марта исполнилось 70 лет. 1 марта день рождения отметил председатель государственного собрания Курлтай Республики Толкачев Константин Борисович. 70 лет исполнилось. Верой и правдой прожил и служил в нашей республике, в нашей стране. Мы вас очень благодарим за это. Тут еще даже есть поздравительное письмо. Уважаемый Константин Борисович, примите мои искренние поздравления с юбилеем и благодарность на многолетнюю плодотворную работу. Председатель партии Дмитрий Анатольевич Медведев. И вот учреждена медаль 20 лет Единой России. Тоже вручает имя председатель партии. Спасибо. Как мы знаем, Константин Борисович не может относиться к числу ближайших друзей Радия Фаритовича. Вся эта история 2008 года, когда Толкачев требовал исключить из партии Единая Россия Хабирова и его исключили из партии Единая Россия. Когда Толкачев требовал возбуждения уголовных дел против Хабирова и уголовные дела были возбуждены. Все это не может никак, наверное, нам дать основание полагать, что Хабиров и Толкачев большие друзья. Но, тем не менее, Хабиров с ехидной усмешечкой поздравил Константина Борисовича, отметил, что Константин Борисович прожил свою жизнь служа верой и правдой всем подряд. И в завершение своих поздравлений Хабиров наградил Толкачева смехотворной медалькой «20 лет в Единой России». Есть такая медалька, и вот этой медалькой от имени Дмитрия Анатольевича Медведева наградил Толкачева Хабиров. Он мог бы какую-нибудь посущественнее награду придумать. Он всем подряд щедрой рукой раздает награды, а тут Толкачева вот эту унизительную ведомственную медальку «20 лет в Единой России». Толкачев, конечно, превратился в такое посмешище, которое тщательным образом культивирует Хабиров. Вот этот образ посмешища, он его, так как не может, он его никак тронуть всерьез. Ему этого не разрешают сделать конкретно, например, Валентина Ивановна Матвиенко, которая категорически запретила трогать Толкачева до истечения полномочия его работы в госсобрании. Но Хабиров хотя бы вот такими мелкими подколками старается уязвить своего давнего обидчика, потому что, ну, забыть, наверное, то, как ты уезжаешь из республики в багажнике автомобиля и прячешься в Москве, наверное, очень сложно. Первый вопрос оперативного совещания был вопрос об обращении жителей, обращении граждан. Как выразилась докладчица Прочаковская, погодные условия сказались на том, чем пестрят соцсети. Понятно, что погодные условия сказались и на том, чем пестрят соцсети. Действительно, гениальное утверждение. И действительно, 99% обращений – это обращения по поводу неубранного снега во дворах, в проездах и на дорогах. Количество жалоб за истекшую неделю практически удвоилось. Тематика у них одна и та же. Ну, мы знаем, что список проблем не меняется из недели в неделю, из месяца в месяц. Команда Хабирова, по сути, ничего не может изменить в проблематике региона. И только вот констатирует факт, и в данном случае и Прочаковская тоже констатирует, что вот видите ли, тут вот жалуются они на наледь, сосульки, падение снега с крыш на людей. Но, как выразилась Прочаковская, работу работаем и отрабатываем. Вот у нее новый перл – отрабатываем работу. Ну и работаем, отрабатываем. Отработано на этой неделе тоже больше, чем на прошлой неделе. Хабиров категорически не заинтересовался статистикой Прочаковской. Не захотел обсуждать вот этого провала своей команды по поводу всего лишь уборки снега, всего лишь двух снегопадов за весь зимний сезон в этом году. И Радий Фаридович перевел тему вообще кардинально. Он вдруг заговорил об успехах своей команды и республики на Ниве цифровой трансформации региона. Спасибо. Уважаемые коллеги, вот у нас я одну приятную новость еще не сообщил, затерялась у меня. Вчера же под руководством заместителя и председателя правительства России Дмитрий Николаевич Нишенко прошло заседание с участием всех субъектов Российской Федерации, на котором подвели итоги рейтинга региональных руководителей цифровой трансформации, то есть цифровой трансформации региона. Значит, поздравляю всех, республика вышла на шестое место в России. Оказывается, по какому-то там очередному рейтингу безумному, Башкортостан занял шестое место в России по цифровой трансформации. Ну правильно, когда не можешь убрать снег, не можешь убрать грязь и мусор, то займись цифровой трансформацией. Глядишь, займешь какое-нибудь место в рейтинге, станешь кем-нибудь, да, ну и так далее. То есть вот типичная ситуация, когда не можешь решить проблему, начинаешь ее игнорировать. Вот Хабиров здесь, на этом совещании, сегодня демонстрировал это многократно. Еще одним образчиком игнорирования проблем, замалчивания фактов, был доклад о ситуации в ЖКХ на дорогах ИЧС. Ирина Александровна Голованова рассказала нам, что крупных аварий за минувшую неделю была всего одна. А, в Уфе больше восьми часов там чего-то отключили гражданам. Ну, правда, еще было 69 аварий, чуть меньше, чем на восемь часов. Из них 38 связанных с отключением электричества. Ну это же правда же мелочи, да ведь? С 27 февраля по 6 марта в республике произошел один случай аварийного отключения коммунальных ресурсов с превышением допустимой продолжительности перерыва их предоставления. А зато у нас в Башкирии, по утверждению Ирины Александровны, 3731 дворник трудится на ниве уборки территории. Отмечу, что недели назад она декларировала цифру 3300 дворников. То есть, простой арифметический расчет говорит нам о том, что за неделю госпожа Голованова смогла рекрутировать 431 дворника. Это просто чудо. А если это не чудо, то объясняется это очень просто. На мой взгляд, Ирина Александровна просто хаотично произносит какие-то цифры, а ради Фаридовича, например, хаотично их потребляет. Вот и у них сложилась полная гармония. Зачем говорить о проблемах, о реальной статистике? Можно просто какую-нибудь цифру ляпнуть. 3731, например. Ну, красиво же. При этом можно абсолютно не говорить о серьезных вещах и о серьезных проблемах ЖКХ. Например, о том, что до сих пор 50 многоквартирных домов в миллионной Уфе находятся без газоснабжения и горячего водоснабжения. И проблема до сих пор не решена. Есть только какие-то совершенно мутные, смутные и туманные обещания когда-нибудь в мае чего-нибудь сделать. Вот примерно так выглядит картина в ЖКХ. Не менее сказочно выглядел и господин Клебанов, который вслед за Головановой начал рассказывать о ситуации на дорогах. 46 ДТП за неделю, 55 пострадавших и всего лишь двое погибших. Всего за 2023 год погибло на дорогах по статистике Клебанова, теперь будем называть это так, 31 человек, что на 17 меньше, чем в прошлом году. Причин подоплек подобного, ну, существенного изменения статистики никто не знает, никто не может объяснить. Ну, правда, Клебанов уже заигрался со статистикой и проговорился. В этот раз, например, он проговорился про численность техники, которая занимается уборкой снега. Он сообщил нам, что в Уфе на уборке снега задействовано, внимание, 327 единиц дорожной техники. По городу Уфа 327 единиц. Это при том, что по нормативу на Уфу положено иметь 2000 единиц коммунальной техники, которая бы убирала снег, грязь и мусор. В 8 раз меньше техники в Уфе, чем положено. Я уж не говорю про далекие районы и окраины, и муниципалитеты, где наверняка этой техники еще меньше. Где все эти помпезные вручения тракторов, грейдеров и всевозможные очистительные техники? Мы же постоянно видим по телеку, как дорогой Радифоритович вручает ключи от какого-нибудь трактора счастливому механизатору, и тот уезжает чистить снег. А выясняется, что в 8 раз меньше. Ну, в общем, этот доклад тоже никак не впечатлил дорогого Радифоритовича, и он решил как бы резать по-живому. Заявил, хорошо, а сокращу-ка я пару докладов, сказал Хабиров, и сократил мучения на этой оперативке примерно вдвое. Ну, что, собственно, нам тоже, наверное, нельзя сказать, что неприятно, потому что в преддверии праздника и вообще всего этого сумбура не хотелось бы слушать этот бред долго. Уважаемые коллеги, пару докладов сокращу. Хабиров сильно устал, видимо, в Москве, или сильно расслабился, я не знаю. Ну, в общем, не хотел он, не захотел он слушать полную программу оперативки, и она оказалась сокращенной. Далее заслушали снова Голованову Юрию Александровну, которая рассказала нам об организации освещения населенных пунктов РБ. Но, на самом деле, дослушав этот доклад до конца, я понял, что речь шла, в общем-то, не об усехах Головановой, не об ее достижениях, не о проблемах освещения, а об одном конкретном проекте. И сейчас я вам расскажу, почему. Голованова начала с того, что исключительно и только по личной инициативе дорогого Радия Фаритовича, случившейся в далеком 2019 году, министерство ЖКХ получило и успешно освоило 642 миллиона рублей, которые были потрачены на освещение городов и муниципалитетов Башкирии. 40 тысяч светильников установило Голованову на эти деньги, но деньги кончились. И дальше, в 20-м, 21-м, 22-м годах денег ей не выделяли на это дело, она о чем сильно печалится. Также Голованова упомянула, что и жители печалятся, и морщатся, врезаются на машинах друг друга в темноте, ломают ноги и прочее, значит, ну, хотят, чтобы что-нибудь светилось. Ирина Александровна прозрачно намекнула Радию Фаритовичу, что неплохо бы получить еще миллиардик рублей на то, чтобы обустроить еще 57 светильников в Башкирии. Ну, нечего стало осваивать Министерство ЖКХ в последнее время. Правда, Минфин выделил на эти нужды Ирине Александровне в этом году какие-то жалкие 200 миллионов рублей. Ну, надо же понимать, ситуация изменилась с 2019 года, СВО само себя ведь не прокормит. Ну, собственно, вообще весь доклад Головановой был исключительно для красоты и для того, чтобы перейти к главному. А главное здесь было совсем другое. Радий Фаритович внезапно вытаскивает на сцену Ратмира Мавлиева и спрашивает, а как там у нас в Уфе с освещением? Вот, насколько я знаю, когда Ратмира Фаритович работал в Нефтекамске, у вас там был опыт энергосервисного контракта, да? Да, энергоменеджментом плотно занимались. Ну, хорошо получилось, нет? Конечно, намного светлее становятся отзывы жителей, достаточно позитивные, безусловно, для бюджета хорошие. А вот сейчас вот в Уфе у вас как дела? Да, Радий Фаритович, по вашему поручению мы этим вопросом занимаемся и сегодняшний день подписан энергосервисный контракт. Все 50 тысяч светоточек мы в этом году заменим на белый свет. Ратмил Рафимович расцветает и рассказывает, что он уже заключил некий сервисный контракт, даже не просто сервисный, а энергосервисный контракт, по которому некая фирма будет обустраивать, ремонтировать, реконструировать и обеспечивать освещение в Уфе. И, как выразился Мавлиев, 50 тысяч светоточек засияют сказочным белым светом, который будет белее белого. Ну, вот так вот Ратмил Рафимович нам описывает наше светлое будущее. Хабиров немедленно Головановой поручил исследовать светлый опыт Ратмила Рафимовича и внедрить его повсеместно по республике. Я заинтересовался, что же это за такой энергосервисный контракт и что это такое вообще, с чем его едят и что это такое. Так вот, оказывается, это некая концессия, это некая кабала, в которую затягивает Мавлиев и Хабиров бюджет города. Какая-то фирма, мы не знаем пока какая, берет на себя обязанности по обустройству и освещению города. Ну, вы скажете, прекрасно, замечательно, аутсорсинг, кто-то будет это делать. Но тут, как говорится, дьявол в деталях. И детали эти примерно те же самые, что и с Башспиртом. Когда, помните, Башспиртом за какие-то немыслимые деньги арендовал зачем-то какие-то особняки, какие-то склады и прочие-прочие, там цифры миллиардами исчислялись. То есть, когда Башспирт оплачивал какие-то этикетки на несколько миллиардов, которые стоили 20 тысяч рублей и так далее. Так вот, Ратмил Рафилович втягивает бюджет Уфы в постоянные платы потом и траты на это все. Причем цифры, суммы и бенефициары этих предприятий, я думаю, что будут тщательно скрываться. И выясняя, кому же в конце концов выгодный, кто выгодоприобретатель вот в этой всей истории, самое опасное для Мавлиева это выйти на самого Мавлиева. Если мы вдруг узнаем, что кто-то там аффилирован с этими фирмами, или сам Мавлиев, или его родня, или там Хабиров, или еще кто-нибудь там из каких-нибудь московских родственников, то мы, наверное, нисколько не удивимся. Вот примерно такую вещь нам пророчат в Уфе, дорогой Радий Фаридович, вместе со своим Ратмиром Мавлиевым. И вот так вот будет все теперь освещаться. Следуя примеру Хабирова, я, пожалуй, тоже немножко сокращу ваше мучение. Не буду пересказывать доклад генерального директора Уфимского аэропорта. С печалью в голосе и на лице господин Андреев перечислил неимоверные достижения Башкирского-Уфимского аэропорта, о том, что он стал одним из лучших внутренних аэропортов России, о том, как катастрофически снизились международные перевозки из Уфы, что соотношение внутренних и внешних перелетов международному аэропорту Уфа превратилось в 9 к 1. В общем, все это звучало очень оптимистично, но выглядело очень печально. В самом конце оперативки Хабиров вообще уже пошел по низам. Зачем-то он попросил Тажеддинова рассказать ему, как там дела у какого-то магазина спортивной одежды «За Спорт» в торговом центре «Планета». Мы «За Спорт» открыли свой, как это называется, шоу-рум. Компания «За Спорт» открыла свой магазин торгового комплекса «Планета». Я, честно говоря, даже немножко опешил, думаю, ну целый губернатор интересуется каким-то магазином в каком-то торговом центре. Прямо вице-премьер должен ему доложить, как там дела у этого магазина «За Спорт». Ну, Тажеддинов бодренько доложил, что там все как бы отлично, все, торговля началась, выручка пошла. Ну, кстати говоря, те, кто уже воспользовался товарами вот этой компании «За Спорт», отмечают какие-то совершенно запредельные цены на фоне весьма скромного такого отчетливого ишимбайского качества этой продукции. Ну, собственно, мы помним, да, ишимбайские носки еще в советское время, которые растягивались от одного взгляда покупателя. Видимо, традиции ишимбайского производства сохраняются до сих пор. Хабиров, ну, так, послушал Тажеддинова, ну, хорошо, хорошо, торгуем дальше. И вроде бы, как уже даже собрался уходить, как вдруг вспомнил, как он выразился о самом главном. Ой, чуть-чуть, говорит, не забыл. Ну что, самое-то главное, самое-то главное, что это мы сегодня, хотя с утра поздравляем. Ну, и разразился поздравлениями женщин к 8 марта. Всячески благодарил женщин за то, что можно всегда на них опереться. Ну, кстати говоря, Радий Фаридович в своей-то жизни многократно опирался на женщин, извлекал из них всевозможную прибыль и выгоду, в том числе и карьерную. В общем, поздравил, как бы то ни было, Хабиров женщин с 8 марта. Собственно, присоединяюсь к Хабирову и я. Поздравляю женщин, девочек, девушек и бабушек с 8 марта. И не потому, что они там борются за свою независимость, как им завещала Клара Цеткин. Пожалуй, что бороться-то ему же сейчас особенно за это не нужно. Учитывая то, что статистика говорит нам о том, например, что в России женщин на 10 миллионов больше, чем мужчин. Перевес, прямо скажем, существенный. И вообще, судя по аналитике последних лет, наступает некое время женской власти, женского управления, женской гегемонии. Они превышают мужчин уже численно. Скоро, наверное, начнут превышать и побеждать их интеллектуально. Потому что, ну, как-то вот мужское народонаселение у нас стало мельчать и беднеть разумом. Ну, по крайней мере, судя по последним событиям и в нашей стране, и в мире. Так что присоединяюсь и надеюсь, что женщины нас и продолжат дальше радовать, продолжат нас удивлять, продолжат приносить нам эстетическое и прочие удовольствия. Так что с 8 марта вас, дорогие женщины, поздравляю с Международным женским днем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова